Вчера в Верхней Пышме мёртвая зона едва не умертвила пешехода и, соответственно, едва не отправила в зону водителя. Дело было около 10 утра и супермаркета на Петрово 34-Б. Здесь уличная камера наблюдения зафиксировала, как самосвал, повернув направо, буквально догнал старушку, которая весьма странным образом переходила дорогу перед ним. Половину перешла, как полагается, под прямым углом, а потом почему-то пошла вдоль дороги посреди неё. Со стороны выглядело всё так, как будто камазист её сначала пропускал и ждал, а потом потерял терпение, догнал, сбил и умчался. Ну, то, что умчался-то, это факт, хотя и недалёко. Очевидец, рулевой, ехавший следом легковушки, звуком своего клаксона сумел остановить самосвал и вместе с его водителем поспешил на помощь пожилой женщине. В возрасте 87 лет человек зачастую становится хрупким настолько, что и менее жёсткие удары и кульбиты могут поломать его в семи местах, но тут, видимо, толстая шуба и подушка снега на дороге выступили как смягчающее обстоятельство. В травмпункте, буквально через дорогу, куда виновник проводил пешеходку, установили, что ничего, кроме ушибов мягких тканей, с бабушкой не приключилось и госпитализация ей не требуется даже с учётом возраста. На этом Камазист и откланялся, заявив собравшимся, что он, дескать, никого не сбивал, поэтому делов не знает. С его точки зрения, в буквальном смысле, никакой старушки-пешеходки действительно могло как бы и не быть. В мёртвой зоне, прямо под носом грузовика, как показали эксперименты, может уместиться до 10 пешеходов. Так что в том, что он не видел женщину, Камазист, скорее всего, и не врал. А вот про то, что не сбивал, это уж перебор. И на этот раз он действительно покинул место ДТП. Потому что сразу, когда он, услышав бибиканье сзади, остановился метров через 30, с точки зрения закона, он ещё не покинул место происшествия. Но довольно быстро верхнепышминские гаишники установили и задержали невнимательного и несильного в знании ПДД водителя 35 лет от роду. В качестве работы над ошибками ему нарисовали два протокола. Первый за то, что не пропустил пешехода, и это минус полторы тысячи рублей. Второй за то самое окончательное оставление места ДТП, а это уже минус права, в его положении минус работа на срок от одного до полутора лет. Продолжение следует... Продолжение следует...